Нович Петров выпустил книгу стихов известного советского поэта Анатолия Брагина. Это уже четвертая книга, которую издательство выпускает в рамках цикла «Многоликая муза России». И у нас повод такой добрый, прекрасный, который нам снова подарило издательство «Культура», в котором вышел однотомник прекрасного, удивительного поэта Анатолия Ивановича Брагина. Скажу буквально два слова. Брагин – поэт совершенно, на мой взгляд, удивительный и выделяющийся даже на фоне тех прекрасных поэтов большой плеяды, которые творили в середине прошлого века. А будут действительно прекрасные поэты. Он выделяется прежде всего своей какой-то очень доброй, ироничной, с виду простой, но глубокой поэтической манеры. У того, что книжка читается, как говорится, на ура, очень легко, свободно. И это, конечно же, лежит прежде всего в основе, и причиной этой является особенность его дарования. Вот та самая афористичность, хлёсткость. Там такой глубенный смысл зашифрован, что просто даже обескураживает. Я сел на скамейку, ходульки устали, и поднял копейку, чтобы герб не топтали. Он, конечно, не мог себе представить, что когда-нибудь выйдет такая вот книга. Я надеюсь, что если он там сверху на нас смотрит, он, конечно, равнится. Конечно, об Анатолии можно говорить много, но, я думаю, его стихи за себя-то скажут. Жизнь продлил ценой славы, он не навязывал себя. В стране, где поступи кровавы, где храны божии безглавы, Что был человеческое я? Он незавидную судьбою не беспокоил никого, Не называл грызню борьбою, И был, как мог, самим собой, поверь, не более того. Я думаю, это о нём. Сейчас урезали всё, и русскую литературу, и язык в школе. Это всё неспроста. И учатся по учебникам Сороса, и вся эта история. Это идёт убийство русского национального входа. И если мы эту ситуацию не переломим, То нас просто возьмут без боя. Нам не помогут ни ракеты, ни кинжалы, ни подводные лодки. Уже сейчас у девушки спрашивают на улице, Вы знаете, кто такой Гагарин? И она незадумно отвечает, Это муж Полины Гагарина, какой-то певицы. И когда это слышишь, это просто озноб это по спине. Повстречались вдруг с японцами. Это малый говорит, мне тогда и говорит, Вы куда решили драться? На восток или на запад? К нам бегите, будет прок. Мы и запад, и восток. Ты, японец, наш литерок. Мы идём своей дорогой не туда и не сюда, А неведомо куда. И ведь до сих пор так идём. Увы. Ну вот, ребята, ослабь Россию, наконец, Свои объятия другие. Они не мы, они другие. Их сердец. Не волоких за собой. Пускай ведут свои дороги. И больше никогда не трогай детей, Рождённых не тобой. Вот здесь вы просто... Камера. А то не правильно. Я наполнен и молчанин. Пят веков висел на круче. На меня садились птицы. Надо мной ходили тучи. Но вода подмыла берег. Он не выдержал и рухнул. Я на солнце разогретый. В ледяную воду ухнул. Неужели пять столетий Я лежал для этой цели? Чтобы грохнуться и только Чтобы брызги полетели. Представляешь, пять столетий Я лежал и шлахнулся. Вот и птицы улетели. Вот и месяц Улыбнулся. Ну, что здесь сказать? Конечно, спасибо, что так оценивают тот труд, в общем-то, который сюда выложен. Но ведь суть-то, получается так, без помощи Аркадия, без его, как говорится, финансовой поддержки ничего бы у нас не получилось. Слава Богу, вот получилось сейчас жалко, конечно. Как бы это все раньше-то? Когда бы он, допустим, знал, думаю, что такой выходит. Это же не избранный том. Это, по сути, собрание сочинений. Когда бы он знал, что будет такая штука, я думаю, он бы силился, но жил бы дальше, чтобы дожить до такой книги. То ли удивительный поэт, вот, обладающий, кроме, ну, то, что он истинный поэт, это понятно, это божий дар, но у него еще он помножен на именно вот это вот лукавство, народное лукавство. Вот таких поэтов действительно не так-то много. Цензуре было неприятно, что президент у нас такой. Она взяла и стерла пятна своей мозольстой рукой. Сияет лысина, как солнце. От пятен нету и следов, как будто продали японцы взамен Курильских островов. Спасибо. И вот будет очень правильно пригласить сейчас микрофон у человека, благодаря которому, собственно, и осуществляется вот этот проект, редкий, по-моему, в наши времена, многоликой муза России, Аркадий Аумович Петров. Ну, мы с Толей Брагином были очень близкими, друзьями. Я в том числе приезжал к уму, сейчас в чрезнодорожный, иногда ночевал у него там, иногда разыскивал его там на Кучинском пруду, с ледяной водочкой в руке, он любил карасей гонять. Вот. Просто для того, чтобы было понятно, из какого ссора растут стихи. Я очень рад, что нам удалось издать такое роскошное прелие, роскошное издание, по сути дела, всех стихов, то ли здесь величайшее заслугивание снаряжения Артюхова, потому что он просто душу вложил в это издание, он так тщательно его готовил, но вы и сами видите, как оно сделало. Вот. Большое тебе спасибо жене. И я просто вам рекомендую, поскольку в каждой из книг, а их уже вышло 19 у Аркадия Науковича, и именно издание его книги, и пропаганда его учения позволяет ему, ну, говоря современным языком, спонсировать этот проект, потому что мало гореть душой, мало желать то, о чем говорили и призывали, надо еще иметь в руках то, что позволит сделать набор, напечатать и издать эти книги. Я знаю один момент, когда наступает вот это чувство печали. По глазам видно. Это знаете, когда? Когда он видит, что человек теряет веру в себя, потому что он верит во всех так, как, наверное, никогда каждый в себя не научился верить, а верит, потому что любит, потому что поэт, и потому что чувствует свою ответственность даже за то, чтобы издавать своих друзей-паренов. Потом Ванга Бердый вот мучилась, слепая была, так сказать, ну вот этот самый Эдгар Китти в трансе все время проповедовал. А этот человек, который зрячий, здоровый, не в трансе, не в трансе молодеющий, и самое главное все-таки, при том, что ему приходится само напрягаться, печатать, а все это, но у него есть откровенные поклонники, последователи, восторженные просто, так сказать, почитатели, люди меняют, так сказать, последователи, трудно себя назвать, но хочу быть им, но пока просто восторженные, поклонники вам. А сейчас наступило такое время, что и весь мир вас готов к нам, и здесь мы вас, так сказать, его очень любим, уважаем, обожаем, даже я бы сказал, и поэтому продолжайте, да, все делать то, что вы делаете, и хоть мы, конечно, далеко не все, вот нам говорят, что в принципе периодически будущие поколения какие-то станут вообще жить, ну вот как вы говорите, не хочется, вы, да, вы скажете сейчас еще раз, как нам хотя бы чуть-чуть ощутить, это приблизить к этому пониманию. Таким ученым, как он. КОСТОРЖЕННЫЙ ЧЕСНО КОСТОРЖЕННЫЙ ЧЕСНО КОСТОРЖЕННЫЙ ЧЕСНО